Всем громадный привет! И вы на канале Супер Гекте! Сегодня, как вы уже догадались, я буду вам показывать свои пустые баночки за месяц май! Ура! На дворе лето! Наверное, многие этого ждали, я в том числе. Ну, ладно. Мы же говорим о баночках. Думаю, что видео будет в двух частях, поскольку у меня... Сейчас я вам покажу, но просто громадный пакет. Вот, вам уже не безызвестный. Смотрите, тут просто всего очень-очень много. Ну и первое, что мне попадается в руке, это вот такой продукт. Туалетный утенок диски чистоты. 5 в 1, борется со скоплением микробов, чистота и свежесть при каждом смывании. Аромат цитрус, 6 дисков в дозаторе. Ну, это не совсем диски, на самом деле. Так, сейчас я вам покажу, как это внутри выглядит. Внутри это тюбик вот такой вот конструкции. Смотрите, здесь у нас находится крышечка. Вот, открываем. И внутри мы обнаруживаем этот самый гель, который написан на упаковке, как диски. Ну, это просто гель. Он жидкий, вот сейчас мне даже попал на руку. Но при этом густой. Вот, показываю вам поближе, как это все выглядит. И теперь расскажу, как это все работает. Видите, вот здесь разделение. Выдвигаем. Ну, и собственно говоря, как, наверное, уже догадались, постепенно опускаем каждый раз на уровень ниже, ниже и ниже. Ну, или выше, кому как больше нравится. И при каждом вот таком движении, то есть один раз нажимаете и выдавливается такая плюшка, которая присобачивается к стенке унитаза. Держится это все неплохо, даже хорошо, то есть никуда не девается. Действительно, хватает на 6 раз. Ну, теперь о действии. Итак, мне это средство не понравилось, потому что вот этой плюшки хватает ненадолго, которую вы давливаете. Если честно, мне кажется, это дней 5. Это мало на самом деле, потому что другие средства, допустим, их хватает где-нибудь на 2 недели. Ну, я не про подобные, а вот, знаете, есть пластинки, вот их где-то, по-моему, на 2-2,5 недели хватает. Тут же 5 дней, ну, максимум неделя. Но это тоже не обязательно, по-моему, даже за 5 дней все это быстро смывается и ничего не остается. Кроме того, второе, здесь очень химозный аромат, очень химозный и неприятный, который пахнет на всю ванну, и когда вы ходите в туалет, то тоже это очень даже ощущается неприятно, мне не понравилось. Поэтому не могу рекомендовать, в принципе, такой диск, но единственное, что возьмите, попробуйте, а вдруг вам понравится. Думаю, я здесь все-таки индивидуальные предпочтения, но я бы покупать снова не стала. Ну и раз я начала с бытовой химии, то хотелось бы вас ознакомить вот с таким освежителем воздуха от Chirtan. И это у нас сочный лимон, сухое распыление с эфирными маслами. Что хочу сказать, действительно, освежитель воздуха имеет аромат, вы знаете, даже цедры лимонной очень-очень вкусно пахнет лимончиком. Так, знаете, натуралистично достаточно, но немного напоминает газировку. Все равно это приятно, прекрасный освежитель воздуха, поэтому, разумеется, я вам его рекомендую. Отлично устраняет всякие неприятные запахи. Давайте пройдемся по гелям для душа. И первый гель для душа, который я вам хочу показать, это гель для душа с ароматом астраханского арбуза от компании E-Frochet. Новинка у данной компании. Что хотелось бы отметить? Многим не нравится аромат данного геля для душа, и в действительности, именно из упаковки он звучит, ну, не натуралистично. Да, напоминает какие-то арбузные леденцы, не более того. Но, когда принимаете душ, то, во-первых, он хорошо пенится, а во-вторых, действительно начинает пахнуть именно арбузом, а не леденцами. И этот гель для душа стал фаворитом у моего сына. Каждый раз, когда он выходил из ванной, от него просто шлейфом шел аромат вот именно сочного, приятного, такого, ну, сладкого, да, арбуза, бархатного. Я люблю эту фразу по отношению к арбузу, бархатного арбуза. Всем рекомендую, на лето будет самое оно. И следующий гель для душа, который у нас закончился, это тоже гель для душа от компании Фрашей, и он у нас уже с ароматом африканского какао. Обожаю этот гель для душа, это, кстати говоря, серия Жордан Джимон. Я ее просто обожаю, эту серию, я думаю, как большинство девушек и мужчин в том числе. В общем, а этот гель для душа был фаворитом у моего мужа. И не случайно, потому что каждый раз после того, как он выходил из ванной комнаты, от него тоже невероятно приятно пахло. И я не могла в этом распознать какао, я просто говорила, чем так приятно пахнет. Аромат действительно был просто приятный. Я не могу сказать, чем именно пахло, но было невероятно сексуально, я бы даже сказала, и притягательно на мужском теле. В действительности из тюбика пахнет, да, именно какао. И когда я принимаю душ, я тоже ощущаю именно аромат какао. Пенка здесь кремовая, нежная, приятная, отлично ухаживает за кожей. И после использования у меня она не сохнет, мне даже нет необходимости использовать крема или лосьоны. Запах это что-то, прям действительно такой шоколадненький. Да, кстати, пахнет даже не бабами какао, а пахнет именно какао с молоком. Но, еще раз хочу отметить, на теле это пахнет иначе, и очень-очень приятно. И еще один гель для душа от компании Фроше, это уже серия Био. Так, что я могу о нем вам еще сказать? Это биокультура, питательный гель для душа, масло, органи, био, морока. О как, 200 мл, кстати говоря, в этих упаковках. Аромат специфический. Бобо-перцово-миндальный, необыкновенный, шикарный, он притягательный, томный. Ну, лично мне нравится, возможно, кому-то бы и не понравился. Могу также отметить, что он несколько восточный, поэтому вряд ли подойдет на теплое время года. Но я от него кайфовала именно вечерами, любила принимать душ вечером с этим гелем. И, кроме того, он отлично ухаживает за кожей, тоже дает шелковистую нежную пенку, после которой кожа не сохнет. Так что всем рекомендую. Вот такая маленькая замарашечка, и это у нас для бадишев. Аромат манго гель для душа тоже, разумеется. Мне, вы знаете, понравился данный продукт. И в первую очередь ароматом. Единственный минус, вот упаковка совершенно неудобная. Мало того, что она малопривлекательная, честно говоря, без особого дизайна, без особой фантазии, так еще она и очень твердая. Но хочу отметить, что, тем не менее, это никак не влияло на его использование. Поскольку здесь гель для душа был хоть и густой, но не настолько густой, что его приходилось бы как-то откручивать, выдавливать. Нет. Приятный, приятный аромат мякоти манго. Сочный, прям сочный-сочный, сладкий, сахарный, фруктовый, витаминный, в конце концов. Нравилось, очень нравилось принимать с ним душ. При этом аромат оставался именно манго сочного на коже. Также кожу после него у меня не сушила. И пена, несмотря на то, что он был простой такой, гелевой консистенцией, не кремовой, тоже довольно, вроде такая была мягкая, как я помню. Хотя в отношении его я, наверное, не сильно фиксировала пену, но помню, что она мне нравилась. Тоже, конечно же, всем рекомендую. Хотя и цена высока, но он явно того стоит. Но с гелями для душа все. Теперь мне хотелось бы показать вам мыло для рук, которых тоже немало. И первое, которое я вам покажу, это мыло от Эко-лаборатории. Мыло для рук, которое должно увлажнять и смягчать. Такое зелененькое мыло для рук, которое у меня укрепилось в голове, как мыло для рук с ароматом киви. И действительно, здесь аромат именно киви. Хотя в активных ингредиентах, которые указаны на упаковке, киви даже не присутствует. Здесь у нас находится органическое масло бабасу, масло авокадо и орган-экстракт карамболы. Также здесь отсутствуют всякие агрессивные компоненты. Но что касается его размыливания, то оно довольно-таки неплохое. Аромат мне действительно очень-очень нравился. Он приятный. Как я уже сказала, пахнет киви сочным, сладким опять же. И довольно натуралистичный аромат. Что еще хотелось бы отметить. Оно не сушило руки. Теперь минусы. Без них, к сожалению, не обошлось. Но минусы не в мыле, а в упаковке. Здесь какой-то совершенно неудобный дозатор. Вот давайте рискну. Вот я не могу на него нажать. Вот сейчас как нажму, здесь все просто разбрызгается. Это мыло. В общем, дозатор, он плохо работает. Причем работал с самого начала плохо. Это огромный минус. То есть вот так я не могу. Приходится сильно-сильно надавливать. С трудом это делается. Выдавливается мыло. Честно говоря, как-то маловатое. Но и поэтому приходится нажимать несколько раз. Этот неудобный дозатор. Поэтому я бы советовала эколаборатории поработать над дозатором, который действительно практически нерабочий. Мыло для рук от производителя Тимекс. Серия Комплимент. Комплимент Нейчуралс, если быть точнее. То есть как бы биокосметика у нас тут идет. Это жидкое мыло для рук с грушей и бананом. Мне, честно говоря, совершенно не понравилось это мыло. Его большая бадья просто мне осточертела. Что уж там скажу откровенно. Поскольку мыло имеет аромат достаточно химозный, совершенно не натуралистичный, как у эколаборатории. И неприятный. Кроме того, мыло само по себе какое-то мерзкое. Я бы так сказала. Обычное, вроде бы гелевое мыло. Но пользоваться им было совершенно неприятно. С чем это связано, я вам не могу сказать однозначно. Но мне не нравится. Скорее всего, все-таки аромат блокировал ощущение радости от использования этого продукта. Поэтому никак не могу рекомендовать. Хотя дело вкуса, возможно, кому-то это и понравится. Не знаю. Пробуйте. Но я бы брать снова не стала. А вот эта вкусняшка замечательная мыло для рук от компании Фраше. Лаванда Прованса. Господи, как я люблю эту серию с лавандой. Настолько натуралистично приятный, успокаивающий, гармоничный аромат лаванды, который я безумно люблю. Мыло отлично пенится. Прекрасно ухаживает за кожей рук. Очищает просто замечательно. И при этом их не сушит. Также хочу отметить, что этот шикарный аромат, томный, спокойный, чудесный, остается на коже рук. И приятно его вдыхать. Просто, знаете, садитесь вот так и наслаждайтесь этим прекрасным ароматом. Всем, конечно же, рекомендую. Да, хотелось бы в который раз отметить, несмотря на то, что здесь объем всего 200 мл, мыло экономичное, так как достаточно густое. Но, как и у большинства упаковок, впрочем, те я тоже не показала, не сказала об этом. Не знаю, почему делается дно вогнутое вовнутрь. И мыло по бокам просто, видите, остается, придется как-то вот, как обычно мы это делаем, откручиваем, вот так выливаем на руки. Это ужасно. Я не понимаю. Хотелось бы услышать ответ от производителей, почему вы делаете дно вогнутым. В чем загадка, в чем фишка? Вы хотите, чтобы ваши продукты были недоиспользованы или что? Хотелось бы услышать вашу версию. А так делайте дно, пожалуйста, ровным. Либо дозатор скошенным. Итак, красная линия и крем-мыло для интимной гигиены с экстрактом хлопка, нежнее и нежного. В общем, это мыло мне совершенно не понравилось. Хотя, от красной линии, как вы знаете, мне нравится мыло с календулой. Но тут это, тушите свет. Во-первых, аромат, хоть он и едва уловимый, но все же чувствуется, что химозы ненатуралистичные, вообще неприятные. С какой-то, знаете, такой кислой ноткой. Нет, я не скажу, что это прям мега омерзительное, но это, может, мои заморочки, но тем не менее. Кроме того, мыло, честно говоря, слабо освежало и плохо вообще работает в этом направлении. Я бы не советовала к приобретению. А так, смотрите сами. Паста, которую мы уже долгое время не изменяем, это Splat Professional и отбеливающий эффект. Отбеливание плюс безопасное отбеливание и защита эмали. Это абсолютно все так. Действительно, отбеливание безопасное, поскольку мы уже, как я сказала, пользуемся часто. И наша эмаль, как бы, да, она в порядке. Далее, действительно имеет эффект отбеливания, то есть зубки реально отбеливаются, будто бы вы прошли эту процедуру, да, отбеливание в стоматологии. Хотя я не проходила, возможно, там зубы, наверное, еще белее, но тем не менее, все-таки видно, что зубы реально белые. Ну, вы можете наблюдать, светится белизной. Это очень круто, причем этот эффект сохраняется через пасту. То есть, как вы уже знаете, да, все эти профессиональные пасты нужно использовать в порядке чередования. То есть, сначала вы используете такую пасту, лечебную, профилактическую, затем вы используете обычную пасту. Вот, и на тот момент, когда вы используете обычную, в принципе, эффект сохраняется. Вот отбеливание вот этого, а затем возвращайтесь к ней и, опять же, поддерживайте прекрасное состояние ваших зубов. В общем, всем и всем рекомендую. Ну, что ж, на этом первая часть подошла к концу. Я надеюсь, она была для вас максимально полезной. Если это так, то обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал Супер Гекто. Есть у меня еще и второй канал, не забывайте об этом, Гекто Лайв. Проходите туда, там вы узнаете, какие я люблю книги читать, что я покупаю себе, кроме косметики, какая у меня личная жизнь, что в ней происходит и так далее, и так далее. Если вам все это интересно, то обязательно подписывайтесь. Ну, а я хочу вам пожелать прекрасных покупок. Не ошибайтесь в своем выборе. Всех люблю, целую. Всем пока и до встречи во второй части.